Всем привет! Меня зовут Роман. Если вы смотрите это видео, значит у вас сегодня среда. Напоминаю, что у меня сегодня вторник. Ну, это касается тех новостей, которые выйдут в среду и которых вы здесь не увидите. Но со мной их можно будет обсудить в четверг в 18.30 на нашем стриме. Для вас это завтра. Возможно, правда, для вас стрим уже прошел. Посмотрите в записи. Будет тоже интересно. Ну, а если нет, старайтесь попасть на стрим. Я отвечаю на ваши вопросы в том числе. То есть поговорим про железо и поговорим и ответим на ваши вопросы. Ну, как бы, когда у вас еще такая возможность будет? Правильно. Каждый четверг в 18.30 на нашем канале. Окей, со вступлением закончили. Давайте перейдем к новостям. Ну, уже по сложившейся традиции криптовалюты. Чакоин немножко поднабрал в стоимости. В него немножко залили денег. И теперь он стоит почти 1000 долларов. Прыгал до 1400, потом откатился обратно. Но на бирже теперь есть объемы. И, соответственно, ну, барыжить и спекулировать этой криптовалютой уже можно. Правда, на топовых криптобиржах она так пока не появилась. Ну и плюс сама технология. Это все-таки майнинг ради майнинга. Есть более интересные варианты. Ну, смотрите сами. На накопителях майнится не только Чакоин. Ну и в майнинге Чакоин, когда вы постоянно засеиваете объемы, скажем так, есть свои проблемы. То есть если мы условно возьмем накопитель на полтерабайта, понятно, что чем большую емкость мы возьмем. И в зависимости от способа засеивания, то есть показатели будут разными. Ну, окей, взяли накопитель на полтерабайта. Нормальный такой накопитель. И засеиваем по одному плоту с него накопители нон-стоп, 24 на 7. У вас большая ферма, там, допустим, на 200 тыров. Все это дело постоянно требует засевания, пересевания, точнее, тех блоков, которые у вас сработали. Ресурсов в таком случае хватит, ну, примерно на месяц. Может быть на два. В уникальных случаях на 3-4, если у вас, например, 960 Pro, 970 Pro Samsung. Если нет, то, ну, боюсь, как-то так. Понятно, что с увеличением объема вы поднимаете срок службы, с увеличением количества дисков, которые это дело засеивают, тоже можно отодвинуть немножко вот эту планку выхода из строя накопителя. Чуть-чуть в будущее, но не очень надолго. То есть на годик максимум. Поэтому RAM диски, то, что я вам рекомендую, но, к сожалению, порог входа будет очень и очень большим. Ну и в целом, даже с SSD, порог входа в Chia сейчас оценивается в 20 тысяч долларов и продолжает расти. Ладно, ChiaCoin не единственная интересная нам криптовалюта. Конечно же, ETH, который на прошлой неделе успел, скажем так, немножко сбойнуть. Но ничего страшного, там вроде как, по словам разработчика, не случилось. Потеряли те, кто его майнит. Не так много точнее. Потенциально недополучили прибыли. Но ETH все ближе и ближе, но пока слияния с ним нет и непонятно как, скажем так, и когда это будет. Roadmap разработчик криптовалюты нарисовал, но никаких конкретных дат пока не озвучил. Так что пока майнить еще можно и, благо, все еще есть. На чем? А вот когда слияние уже произойдет, то наступит век айсиков в полной мере. Ну и тех фирм, которые уже окупились. Новых карт, кстати, для вас, ребята, уже не будет. Но об этом немножко позже. Elon Musk запускает свои спутники. Ну, если вы вдруг хотите отправить что-то на Луну, то можете рассчитаться в Dogecoin. Правда, высказывания Илона Маска относительно Dogecoin привели к потере примерно 380 миллионов долларов. Ну, тех, кто вложился в эту валюту из-за падения его курса. Ну, впрочем, он, наверное, обратно отыграется. И если вы, ребята, его не обналичили, то, ну, как бы, просто немножко подождите, поскольку это заявление все-таки позитивное. Но, между тем, уже одно из государств Кореи планирует взимать 20% налогов с тех, кто майнит криптовалюты. Ну, то есть от дохода на крипту поставили налоги. Способ отследить ваши доходы в крипте, ну, в принципе, он на самом деле есть. Как отследить майнеров? Электроэнергии-то вы жрете много. Так что готовьтесь к тому, что придется платить налоги. Пока это, правда, единичный вариант, но в США уже идет шевеление ровно в ту же сторону. Так что отмывать доходы организации в крипте уже как-то не особо получится. Тем более, что в США уже начинаются судебные процессы против организаций на эту тему. Естественно, это коснется и нас с вами, в смысле физических лиц, но только если мы находимся в Южной Корее. Итак, перейдем к более интересным новостям. Ну, конечно, если вы не майните, ну ладно. DDR5 от Kingston. Kingston сообщил, что направил свои модули, ну, то есть прямо сейчас уже вроде как разослал, партнерам для прохождения валидации на материнских платах. А это означает, ну, и как бы из пресс-релиза Kingston понятно, что в третьем квартале этого года Kingston намерен запустить продажи DDR5 памяти в настольном сегменте. Поаплодировали. Ну, собственно, окей. Но DDR5 память надо с чем-то агрегировать, правда? Ой, будет с чем. Смотрите. Elder Lake выходит в начале четвертого квартала. Ну, по крайней мере, пока Intel предполагает, что именно так оно и будет. Что нам приносит Elder Lake? PCI Express 5 DDR5, вот это вот все. Как будут сами процессоры, пока, если честно, не очень понятно. Но то, что 10 нанометров SuperFin, то, что PCI Express 5 DDR5, вот это вот все будет. Сколько будет стоить DDR5 память и насколько массовым будет этот сегмент LGA 1700, пока не очень понятно. Потому что, ну, как бы, судя по всему DDR5 память на старте будет довольно дорогой. Ну, и как и Elder Lake, собственно, на новых платформах с вот этими вот всеми фишками. Зато Tiger Lake H в ноутбуках появится, ну, по факту уже появился. То есть в скором времени должен заезжать в продажу. Чем он отличается от Tiger Lake H35? В первую очередь тем, что будут не только 4-ядерные 8-поточные процессоры, но и 6-ядерные 12-поточные процессоры и 8-ядерные 16-поточные процессоры. То есть будет чем ответить на уже давно продающиеся процессоры от компании AMD. AMD, в свою очередь, оставлять без внимания запуск Elder Lake все-таки не планирует. По текущим утечкам, которые, правда, касаются процессоров в мобильный сегмент, пока, по крайней мере, утечка касается именно этого сегмента. Но, как бы, Rembrandt — это те процессоры, которые должны появиться и в настольном сегменте. И вот, в общем, вся информация о них. Во-первых, 6000H процессоры у нас получат Zen 3 Plus и RDNA 2. Во-первых, повысится производительность как самого процессора примерно на 10%. Благодаря переходу на 6 нанометров и улучшенной архитектуре Zen 3 Plus, так и RDNA 2 в сегменте интегрированной графики должна быть практически прорывом. Просто потому, что, во-первых, блоков станет больше, с 8 до 12 увеличится объем. Ну, в топе, конечно, мы все с вами понимаем у графики. Ну и, во-вторых, это не как бы Vega. Это RDNA 2. Это прям, ну, шаг через поколение, как минимум. Ну и, соответственно, должно быть гораздо интереснее. Ну, Intel с его интеграхой придется поднапрячься. Ну, кстати, с настольными видеокартами, которые они планируют к концу года начать выпускать, наверное, тоже. Так как интегрированная графика должна перейти на немножко другой уровень и уже позволять играться на интеграшке достаточно полноценным. Ну, хотя бы в доту. Ну, мы же с вами понимаем. И, соответственно, Rembrandt означает и должен выйти с поддержкой DDR5. Правда, PCI-Express 4, но DDR5. С поддержкой PCI-Express 5 все понятно. Только Zen 4 и вот это вот все. Но Zen 3+, DDR5 должен нам принести. Ладно, PCI-Express 4, фиг бы с ним. Скорее всего, не будет устройств, которые будут его использовать. Ну, или, по крайней мере, они будут стоить столько или появятся позже. Что, ну, как бы, на старте это не будет иметь смысла. Я надеюсь, что AMD понимает, что делает, задерживаясь с PCI-Express 5. Но вот AM5 мы, скорее всего, получим вместе с Alderlake. Ну, плюс-минус пара месяцев. Скорее, позже на пару месяцев. С Zen 3+, процессорами и вот этим вот всем. То есть подготовлены к PCI-Express 5, но без PCI-Express 5, но с DDR5. Ну, то есть, как бы, ответ готовится. Пока так. Пока непонятно. Официальные новости пока очень, скажем так, неподробные. Это все-таки все еще утечки и AMD пока не колется. Но всему ответ будет. И, как говорится, под столом уже готовят ответ. Для компании Intel будем надеяться, что все будет сделано правильно. Потому что, если честно, вот это вот решение задержать Zen 4 и PCI-Express 5 не кажется мне супер удачной идеи. Ну, как в свое время было с PCI-Express 4 у компании AMD. Не знаю, чем связана идея задержать на год выход на свои платы. Ладно, будем посмотреть. Кстати, будем посмотреть не только на это. AMD готова выпустить уже RX 6600. 6700 пока не очень понятно, но 6600 уже вроде как готовится. Ну, как бы, окей. Ни тех, ни других. Мы толком в продаже сейчас особо по нормальным ценам не видим. Защиту от майнинга им доставить не собирается. Ну и похоже, что майнера, учитывая что. Спойлер. Nvidia запускает таки производство и отгрузку чипов с защитой от майнинга. Ну, то есть графических процессоров. И партнеры запускают производство этих карт уже. То, чтобы их мало штамповалось, да ладно бы. Но похоже, майнера переключится на красные карты. По крайней мере, это единственный путь, который останется, если защита не будет взломана. А предпосылок к этому пока нет. Ну, в общем, две новости в одной. Первое. AMD запускает 6600. Второе. AMD пропадет из продажи. И третье. Nvidia запускает производство своих видеокарт с чипами от защиты. И я сейчас не про RTX 3060 и 3080 Ti. А к партнерам поступили графические процессоры для RTX 3070 и RTX 3080. То есть, еще месяц-полтора. И все карты, которые будут продаваться на рынке, будут защитой от майнинга. Ну, то есть, как бы поезд для майнеров уже немножко уехал. Если вы, конечно, майните на видеокартах. Вот последние, вот последние, самые последние карты уже, по сути, вроде как приехали и доезжают. Все остальные будут защитой от майнинга. Имейте это в виду. Чего я так долго размусоливаю эту новость? Ну, вы же понимаете, что я просто счастлив от того, что мы наконец-то сможем собирать компьютеры. Понятно, что в один месяц ценник на видеокарты не упадет. Но, скажем так, в самое ближайшее время мы должны начать наблюдать за падением стоимости, как минимум, зеленых карт. Поскольку майнерам они станут неинтересны. Хотя спрос на карты до сих пор ажиотажный. И в течение двух-трех ближайших месяцев падение цены, ну, прям сильного ожидать не стоит. Скорее, постепенного снижения стоимости по мере насыщения рынка новыми видеокартами с защитой от майнинга. Ну и, соответственно, вот этим вот всем. И, раз уж разговор зашел про видеокарты, стоит, конечно, сказать и о запуске 3050 и 3050 Ti. Ну, из новостей, скажем так, вы знаете, что они давно уже вроде как печатаются и готовятся к старту продаж в ноутбуках. Ну и как бы вот оно опять же состоялось. Надеюсь, видеокарты, ну и ноутбуки в составе с 3050, 3050 Ti, ну, конечно, более дорогими, доедут до нас по адекватной цене с защитой от майнинга. И, как бы, с рынком ноутбуков все тоже станет хорошо. А то пока что ценник как-то слегка завышен. Впрочем, с новостями на этом все. Если хотите еще что-нибудь посмотреть, напоминаю, что у нас в понедельник и субботу выходят ролики, прям которые можно посмотреть. Они даже иногда интересны. Ну, а завтра в 18.30 стрим. Все, всем пока. До следующих новостей.